Его называют белорусским Леонардо да Винчи и белорусским Циялковским одночасово. Выбитная и дивная особа Язеп Дроздович. Выстава его картины и дровляных творов представлена Магилючанам у выставочной зале на Болдина. У Гонор 750 годов областного центра. Космос Язепа Дроздовича, так называется выстава, безумовно робить ураджение. Мне понравилось все, потому что это немножечко какое-то сканирование с моего сознания. Детство, вот эти фантастики Беляев, Герберт Уэллс, вот это космос, вот это ожидание торжества, какого-то неизведанности. Ну, мне я просто, я в восторге, честное слово. Язеп Дроздович – знаковая особа для Беларуси и универсальная. И он был мастаком, скульптором, письменником, астрономом, этнографом, археологом. И агонные творы, и сам Дроздович, ни на кого не подобные. Гэта, конечно, не фантастика, однако до космоса сам Язеп ставился по-навыковому. Только уявите себе, что гэта картины и инша планетянам он малявал Амаль сотню годов тому. И саправды, в 30-е годы наука я еще не ведала об тем, что жыцё истнует только на планете Земля. Вечылся, что на усих планетах есть истоты, живёлы, рослины. А он, как в учёный, как мастак, рассказал нам, как выглядит гэта жыцё, как устроен свет на гэтых планетах. Например, на Марсе вельми высокий тиск, вельми высокая сила притяжения, поэтому люди там маленькие и без шии. Поэтому, как он побачил, в своем сне они не могут поворачиваться, а когда они хочут повернуться, они поворачиваются всем телом. А значит, у сатурнян, например, у вачах нема белка, безбелковые вачы. А так само их нема в ушей, а взносины помеж собой, они жыцелять предопомозе сияния радужки гэтых самых вачей. Язеп Нарциссович Дроздович народился у бедной дворанской семьи. Ён профессийный мастак, працавал настауником малявания, але ягод так и не прыняли у саюз мастаков. Ягу навыковые працы по астрономии, а походжи не планет, а цанили тольки тяпер. Гений Дзевак живу один и летний уже братстве, зато я пашанцевала нам, потому что спадшину Дроздовича удалось и захавать для насчатков. И тяпер ягу картины мы можем убачить навыту Махилёве. Мне нравится потому, что они и живые, и сказочные одновременно, и они как-то вдохновляют, и заставляют верить, что у нас такое классное прошлое, а значит, будет возможное будущее. Илона Иванова, Миколай Соболев, Новины региона.